Господа, здравствуйте! Сегодня прям не работа, а праздник, потому что, во-первых, я на воде, а я всегда без выходных, но когда я на воде, это считайте как выходной, потому что снимать такую лодку, это в принципе снимать лодку, это вообще просто вот взял и отдохнул. Поедем сейчас кайфанем, навалим, все будет классно, но мы сегодня снимаем с вами уникальный случай. Да, это катер, но самое главное, что это электрокатер, поэтому поскольку это катер-слайдер, здесь все понятно, объяснять ничего не надо, мы будем снимать больше про электрическую составляющую этого катера, потому что он переоборудован под, вернее, оборудован с нуля, то есть катер новый, он оборудован сразу электрическим мотором, но эти ребята, это компания Элизабет из Ярославля, они могут переоборудовать в электрический катер ваш, или любой новый, или какой хотите, в общем, сделать ваше водное транспортное средство электрическим. Я такого еще ни разу не видел, поэтому очень интересно посмотреть. Погнали! В каждом яхтлубе, в каждом нормальном яхтлубе есть береговое питание. Офигенные вот такие столбики, где у вас есть пара розеточек, вода, и вы можете свою лодку подключить к электричеству и к водоснабжению, и будете кайфовать на ней даже стоя у пальца. В случае с электрокатером береговое питание для вас обретает новый потаенный смысл, потому что вам постоянно, естественно, нужна розетка. Ну, если вы каждый день ходите, само собой, вот и вы входили. И у нас есть обычный Type 2 разъем, такой же, как у вашего гибрида, у вашего европейского автомобиля, ну, у японцев он будет чадровой, но ничего, купите переходничок, если надо. О чем это говорит? О том, что если вы хоть как-то знакомы с электромобилями, зарядка для этой штуки у вас уже есть. Хотя, я думаю, вы ее и в комплект положите, да, в любом случае. Более того, если по приколу, можно эту штуку погрузить на телегу и ездить бесплатно, заряжать ее. Капец, конечно, безумие, но, тем не менее, бесплатно заряжать ее на общественные зарядные станции. Ну, это прикол, платишь полторашку за слип, поднял катер, короче, на телеге, у тараканил его куда-то, поставил возле зарядки, зарядил. Зато халява. Не надо вообще заряжаться, ни кабины, не надо тратить на это деньги. Ну, если у тебя, конечно, еще и безлимитный слип есть. Ну, кстати, да, прикинь, нет, ты в Марине оплатил год стоянки, при этом обычно слиповка бесплатная. Да, я все понял. Нет, тебе больше того, скажу, я ни разу его еще за деньги не заряжу. За деньги? Как-то, короче, какие расчетливые ребята. Все подворовываем, налогоплод, все мы платим. Все входит в стоимость. В общем, действительно, это есть способ неплохо сэкономить на топливе. У кого есть катера, те прекрасно понимают, сколько топлива потребляют обычные катера. Я бы не сказал, что на этом плюсы заканчиваются, но дальше будет чуть хуже. Но сначала объясню, как это все работает. Работает все это весьма понятно. То есть, смотрите, вот у нас есть сам двигатель. Двигатель может выглядеть абсолютно любым образом. То есть, в данном случае у нас донор был каким-то подвесником, это абсолютно не важно. Он может быть, Mercury, Yamaha, Tahatsu, да все что угодно. Вам-то, по сути, чтобы нога была, да? Самое главное. Самое главное, чтобы был донор. В данном случае от донора что он непосредственно? Нужна нога, редуктор, вин, чтобы там какой-то был. И от этой же ноги, да-да, поднимай. Соответственно, даже все равно потребуется охлаждение. То есть, этому мотору электрическому, который стоит под колпаком, все равно требуется охлаждение. Поэтому помпа в ноге остается. Ну, соответственно, да, ведь электромотор не крутится, ему охлаждение не нужно. Соответственно, и помпа пусть не крутится. Таким образом, помпа крутится только тогда, когда крутится электромотор. Такая оптимизация получается. Интересно. Ну, и в данном случае у нас из этого редуктора убран реверс. Он здесь не нужен, потому что реверс осуществляется переполюсовкой самого электрического мотора. Электрический мотор просто начинает крутиться в обратную сторону, и реверс нет. Хотя, ребята, по желанию клиента, говорили, что пробовали, могут сделать и с реверсом, могут сделать и без реверса, могут сделать как угодно. В итоге пришли к схеме, естественно, без реверса. Потому что электрический мотор с таким же успехом может, ну, без максимальной мощности, правда, но зачем она вам на реверсе, может двигаться, крутиться просто в обратную сторону. Порт зарядки у нас остался возле двигателя. Здесь, примерно там же, где обычный у лодок бензобак. Ах, ты, у нее бензобак сверху, но порт вы перенесли сюда. Нет, бензобак там сбоку. Вот здесь, вот эти вот, хромовые. Нет, это... Это клотиковый огонь, что ли, типа у них розетка? Это под удочки. Под удочки, спиннингодержатели, я понял. Ну, короче, разъем может быть здесь. Да, может быть. Но при этом, судя по выхлопу автономки, дизельный бак все равно где-то здесь стоит. Какой дизельный бак? Ну, автономка же от чего-то должна работать? Нет, здесь... Вебаста? Нет, нет ее. А зачем? Тебе каюты нет. Я понял. Ты не из Питера. Слушай, это прогулочный катер. Да, 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 да. На прогулочном катере капец как нужно вебаста, я тебе хочу сказать. Когда ночью 7 градусов, ты чувствуешь, что нужно вебаста. Прямо вот есть. Господа, я помню, когда я в свое время врывался на YouTube, еще думал на него идти. Почему я туда пришел? Потому что не было качественного контента. Вообще было мало контента. И сейчас хочешь вода, хочешь лодки, хочешь рэпро, все что угодно. Тогда ничего не было, поэтому я и пришел, чтобы привнести что-то новое. Сейчас подобная же ситуация происходит в IT-сфере. В России не хватает порядка полутора миллионов сотрудников IT. А попасть в эту перспективную сферу прямо сейчас вам поможет профессия тестировщиком. Потому что это оптимальный способ стать айтишником. Ведь для этого достаточно быть просто обычным пользователем ПК. Обучиться тестировке я вам рекомендую в онлайн-школе Skill Factory. Тестировщик на Python это человек, который контролирует качество приложений, сайтов и программ. Его главная задача все сломать, найти баги и сделать в итоге продукт лучше для пользователей. Обучение на курсе состоит из 80% практики. Так что вы получите максимум полезной информации и отлично отработаете навыки. Ну а на всех этапах обучения вас будут постоянно поддерживать опытные менторы из крупных IT-компаний. После обучения карьерный центр даже поможет вам в составлении резюме и поиске первой работы. Так что уже всего через 4 месяца после начала обучения вы уже можете начать искать работу ручного тестировщика. По окончании курса вы сможете зарабатывать в среднем 120 тысяч рублей. Причем эта сумма будет расти вместе с развитием ваших навыков. Так что успейте ворваться в перспективную сферу IT раньше остальных. Ну а по ссылочке в описании забирайте 45% скидку по промокоду Академик и начинайте свой путь в IT вместе со Скилл Фэктори. Кстати, здравствуйте. Да. Да, молодого человека зовут Илья. Это представитель компании Elisabeth. Как мы уже тут, я между собой шутил, что если не пойдет с моторами, можно переименоваться вставочников. Будет Elisabeth. Но в данном случае это Elisabeth H есть на конце, H вернее, есть на конце. И это уже второй катер вашей компании. Первый это Чух-Чух, то есть водоизмещайка, проще говоря. Там 80 лошадиных сил и мотор стационарный. Все это есть на YouTube-канале у ребят. Ссылка будет в описании, можете зайти посмотреть, чтобы сейчас долго не объяснять. То есть это я говорю к тому, что любой катер с любым типом размещения двигателя, даже если он будет двухмоторный, зафигачите два электромотора. А батарейки встают вместо штатных бензобаков, ну и если надо, вместо штатных рундуков, вместо штатного всего, потому что сколько нужно батареи, решает опять же только клиент, да? Да, в принципе, по потребности, по желанию. Но есть ограничения по весу. То есть вот 55 Ач. 53 кВт часа здесь. 53 кВт часа и 400 кг. Да, это все встало вместо бензобака исключительно. То есть вот просто вытащили бак на 200 с чем-то литров, поставили ящик с аккуратом. Но по весу это встало вместо бензобака всех пассажиров, шмурдяка и пары ящиков алкоголя еще. То есть ваш... Это чуть-чуть увеличилось, да, однозначно. Но мы облегчили сам электродвигатель. Ну, то есть двигатель электро легче, чем ДВС. Соответственно, мы здесь сняли какие-то килограммы, да? Ну и немножко сверху получилось, да, в аккумуляторах. Короче, условно, плюс 150 кг точно к стандартной загрузке. Да, где-то так, да. То есть условно здесь не на 8 человек, но на 6 комфортного пребывания. И это только на 53 часа, что, конечно же, маловато. По моим меркам, если вы хотите куда-то уйти, то есть хороший крепкий аккумулятор, на мой взгляд, должен быть соткой. Тогда это будет прям очень тяжело. Это уже для большой лодки, скорее всего. Здесь варианты замены химии, замены батареек, других ячеек, даже той же самой химии. То есть это индустрия, сейчас она очень сильно развивается. И даже в отличие от первого катера, здесь использованы абсолютно другие ячейки, новые. Они легче на 30%, они меньше по габаритам в 2 раза. А емкости в них осталось столько же. Срок переоборудования моего катера с бензиновым мотором, если я захотел поставить электрический? Около 3 месяцев, от 3 до 4, наверное, большинство времени здесь занимает именно заказ и доставка компонентов. Ну, то есть месяц-полтора, мы просто ждем компоненты потихонечку и все пройдет. И от меня же ничего не требуется. Я привожу катер, говорю, сколько мне сил надо. А сколько сил можно, кстати? Какой диапазон? Вообще без разницы, от 10 кВт до 400 кВт могу поставить. А, то есть можно прям 500-ку зафигачить условно там на транец и прям аминь наступит. Донора вы будете искать сами, все вот это ногу и прочее, это вообще не мои заботы. Да, снимаем все с клиента, главное нам получить потребности. И штаны, я понял. И предоплата. Что приятно. Минимальный бюджет, с которым я могу войти, допустим, давай возьмем 115-й мотор какой-нибудь. Вот ориентировочный бюджет до оборудования полностью вот таким двигателем. Я думаю, это будет начинаться в районе 3 миллионов и в зависимости там от емкости аккумулятора и от выбранных допов и компонентов. Так, из... Средняя такая вот цена, отсечка прям, это, наверное, 3. Если сильно там не... емкость не уходить в большую и в какие-то допы, то это может быть ниже. Если набирать что-то там дальше больше, то это будет дороже 3. Смотри, все-таки аккумулятор тяжелый. То есть, по вашей рекомендации, минимальный размер катера, на который есть смысл ставить именно электромотор, чтобы с весом не угореть просто. Мы от 5 метров берем в работу, потому что все, что ниже 5 метров, там с грузоподъемностью... Да, 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 вот я про это и говорю. И с габаритным пространством внутри, соответственно. Соответственно, в вашем случае, получается, чем больше, тем прям лучше, тем меньше будет разница в весе заметная и все вот это вот. Ну, конечно, тоже есть ограничения. На большие катера, ну, тут вот по 500 сил, по 600 сил стоят, да. То есть, можно поставить электромотор, можно два поставить электромотора, даже подвесных. Вот, просто батарейка, она все равно ограничена у тебя там весом и габаритными пространствами. То есть, в целом, да, у них грузоподъемность, у больших катеров, конечно же, больше, поэтому нагрузить можно больше. Все ясно. Ну, да, в целом, в общем, все понятно. Что особенно примечательно, что данный катер, это 21 фут, он ровно как у меня и оснащен электрическим двигателем 140 сил. Ровно как у меня. То есть, я сейчас буду тот самый клиент, который идеально может сравнить ДВ. Ну, правда, у меня, конечно, балалайчик такая, ну, не новая, естественно, поэтому есть свои нюансы. То есть, я могу идеально сравнить, что дает переход вот со 140-ки бензиновой, которая стоит примерно в 6 раз дешевле, бэушную, если мы берем, конечно же. Ну, и в 2 раза точно дешевле, чем электро, точно. Я думаю, что за полторашку я Сузуку 140-ю найду. Да, найдешь, сейчас найдешь, будет сложно, долго, но найдешь. Это наш путь. За 3 месяца, что вы будете делать, я точно что-то найду, мне кажется. А в любом случае, есть бы ухо за 700, которое залетит сюда с последующим ремонтом, вероятно. Не важно, не важно. Короче, есть точно понимание, как должна ехать лодка в этом размере с таким мотором. И сейчас я прям сяду, сравню и подумаю, есть ли смысл в электрике или нет. Садимся из места. Здесь очень позитивно, этот бублик. Я все уже который год хочу себе нормально с бубликом купить кресло. Швартуешься, вот так сел, все видишь, да, красавчик. Отшвартовался, хлоп, вот так сел, замечательно. Я думаю, что я в эту зиму себе сделаю бублик и амортизационную стойку. Здесь нужно понимать, что поскольку катеры, грубо говоря, выставочные, это демообразец, поэтому многих кнопок, которые есть участников, там супер обычно всех каких допов понавешенных, здесь нет, потому что не в этом соль данного катера. Данный катер нужен для демонстрации возможности силовой электрической установки с данным типоразмером. То есть это типоразмер весьма ходовой, 6,40, если мы говорим, в метрах, около того, сейчас в Питере, по крайней мере, большинство катеров там от 8 до примерно 5,5 метров. Соответственно, он как яркий представитель своего класса. Интересно, что многих приборов нам здесь не нужно, здесь уже на современный лад, несмотря на то, что консоль заточена еще под круглые приборы, но все, что здесь нужно, все, что нужно и современному катеру, на самом деле, это просто один большой планшет. Вот он здесь есть, он сенсорный, нет? Да, его надо включить. А, его надо включить. Зажигание. А, да, ну и, к примеру, когда мы здесь, да, мы завелись, ну или запустились, то есть здесь удобно то, что вначале вот этого бурления воды, сзади контролька там пошла, этого всего тоже нам не надо. Трим у нас обычный, да? Да. Ну, гидроподъем оставлен штатный от мотора до нора, да вроде влезли. Думаешь. Ну, по крайней мере, ближе к бетону, наверное. Где же Немель? Немель. Так, я понял. Эхолота у нас пока нет, да? Нет, все, все внизу. Ну, мы местные, поэтому, собственно, с фарватера особо засовываться никуда не будем. И получается, в этот самый момент, сидя в такой же тишине, как я и сидел, я могу просто нажать ручку, и мы поедем. Это необычно. Скорость здесь берется просто с GPS, да? Относительно воды скорости здесь не показывается. Да, вот этот, господи, я забыл, трубочка. Как называется эта трубочка? Да, она там есть. Именем великого человека, я ее забыл. Вот, то есть гипотетически можно взять это показание, еще относительно воды какая скорость будет. Да, можно, можно. Ну, просто не делали, она там убрана. К этому же прибору эхолот мы можем завести? Да, слушай, это... Или в NMEA в сеть объединить мы можем его? Это топ вопросов, которые постоянно... Так, 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 так. Можно ли эхолот сюда подтянуть и все. В целом можно, нужно немножко поработать, и мы это сделаем. Короче, гипотетически, да. Гипотетически можно. Ну, или просто сделать к NMEA сети, подключение его к общей, чтобы все это было... Есть такая сеть, если кто не в курсе, это NMEA называется сеть, при помощи которой у вас ваш эхолот может общаться с вашим радаром. Радар может общаться с камерами видеонаблюдения, камеры видеонаблюдения могут общаться еще с каким-нибудь дополнительным картплоттером, с автопилотом, и все это в одной локальной сети, грубо говоря. Все это работает по одному протоколу, под который вы покупаете разъемы, софты, и у вас вот шесть планшетов, и они все объединены, все друг на друга все могут переводить, и это все очень классно работает. Так что надо просто здесь эту поддержку сюда запилить, и тогда будет пушка. Что, я предлагаю на самом деле трогаться потихоньку. Давай я отойду, тебе покажу, расскажу, чего как. Да что тут показывать, вперед это полный газ, и все, назад это полный реверс. Да, почти. Когда я в предыдущий раз был в этом же яхтлубе, ребята сказали тоже, давай я отойду, и мы ушли в стену. Потому что местные, как правило, здесь только я, поэтому я лучше как-то буду держаться руками за стекла. О, прикольно, мотор тоже работает. Вот это класс. Как непривычно. На самом деле мне очень важно испытать два режима в этой лодке. Во-первых, это можно немножко будет зайти в канал, по короткой. Каналы вы уже много все на моем канале видели, опять же, петербургские. Потому что режим холостых, вот он. Тихо. Тихо, офигеть, как тихо. Причем, да, сейчас мы выйдем из яхтлуба, мы сразу дадим километров типа 10 в час. Это очень важный режим, потому что обычно в нем уже начинается шум двигателя, но скорости еще нет. И в итоге он шумит тупо зря, это тебя бесит. Что очень ярко выражено в каналах, где кругом бетон. И второе, естественно, это сколько максималка лупанем. Нас сейчас четверо. И я рассчитываю, ну, по крайней мере, у меня 140-ая Сузуки. Вчетвером мы все легкие. Идет 60-62 в таком режиме. Допустим, здесь БР-ка. Очень сильно будет упираться морда. То есть где-то чуть меньше 60 он должен показать. Да, тихо, вода шумит. Я впервые слышу, как шумит вода. И мы теперь разговаривать будем. Да, обычно слышишь именно мотор в этих переходных режимах. Владян, ты как? Если что, мы тебя сразу выкидываем туда. Мы чего, направо-налево? Да я сяду. А тут эффективно вот либо прям в пол, прям хорошо будет. Можешь подрывать, в принципе. Но переходной у него тяжелый такой режим. Переходной тяжелый, конечно. Прям вообще он бедняга зарывается. Ну-ка, нос уже в космос смотрит. Давай подожму. Есть. Выходим. Но какие-то вибрации все равно присутствуют. То есть нога работает. Да, да, да. Они сейчас есть в переходном режиме. Потом они пропадают. Неплохо. 26, 27. Слушай, нет, сейчас звук уже более-менее похож на двигатель. Ну, конечно, сильно тише. Но уже... Ветер, у нас ветер, вода. То есть ты все равно это слышишь громче, чем... 47, чтобы вы понимали. Знаешь, в чем еще разница? Что я не понимаю, напрягается ли мотор или нет. У меня нету никакой связи. Вот это и по вибрациям, по шумам. Нифига себе. Ну, то есть мы быстро сейчас идем. Для этого места как бы не надо столько идти. Давай скинем. Ну, типа глиссер, 34. Давай, порог глиссера. Слушай, он прям с 30 начинает сваливаться с глиссера. Ага, 35. У него прям хорошо. Сейчас, погодь, набираем. Давай набираем легче, резче. Да, хорошо набирает, кайф. Если прям вообще с места в пол тоже прекрасно. Будет такой эффект гидроцикла, я чувствую. Да, приятненько, приятненько слушай. Да, очень непривычно. То есть... Да блин, очень непривычно просто. Он сбрасывает по-другому ход. Поприятнее, чем бензиновый, я бы сказал. Давай крайне суберотно. Давай попробую чуть в пол нажать. Не на максималку, просто на ускорение. Да, можешь и на максималку. Да нет, у нас тут не... Сейчас. Отпусти только триммон его вниз полностью сначала. Угу. Так, ну что, давай пробуем. Ну, ты прям уж там, конечно... Да нет, я привыкший, нормально все. Я бы сказал, ускорение такое же, как у бензинового. Вот прям такое же. Не знаю, по сравнению со своей 140-кой, я не чувствую, что он прямо вот метет. Хотя у вас еще винт грузовой. Там же плавный старт. Чего? Плавный старт, так сказать. Плавный старт, да. Нет, это сделано программно. То есть вы можете сделать... Но здесь быстрый старт, смотри, если ты делаешь, у тебя все равно вентилятор. Если ты моментально его раскрутишь, это не водомет. Он просто будет много воздуха подсасывать, и ты будешь кавитировать сильно. Да, смысла в этом нет. А что ты тогда ожидал? Что прям, ну, допустим, больше низов. Мы делали больше низов. То есть мы с настройками мотора здесь игрались, меняли это все. То есть на воде это не так работает, да, немного? Это хуже, да. То есть он у нас чуть-чуть быстрее подрывался, но плавного вот этого момента пуска старта его не было. Поэтому мы отстроили это со временем ручку газа, мы этого отстроили и мотор так, чтобы все-таки это работало правильно и приятно. То есть, Владян, я вот тебе объясняю, если ты хочешь на воде больше низов, ты ставишь или винт больше, типа Bigfoot, так называемый, который чисто лопасть больше, или ты переходишь на водомет. Потому что тот же винт, если ты его просто моментально раскрутишь под водой, он закипятит воду, и все. Сейчас все больше и больше становится так называемых рекреационных зон. Некие экологические зоны, если хотите, в которые вам вообще запрещено заходить на двигатели внутреннего сгорания. И лодка, сертифицированная как электрическая, может туда заходить. Это и нерестовый период, опять же, и просто некие экологические рекреационные зоны. Поэтому сейчас та же компания BRP, например, в следующем году, или, по-моему, в этом уже представляет первый электрический гидроцикл. Этим же также пользуются всякие там вот эти электрофойлы. И прочее все электрическое. То есть есть куча озер, в том числе в Ленинградской области. Большинство из озер, они в принципе закрыты для техники с двигателями внутреннего сгорания. То есть для моторных катеров. И вот здесь наступает офигенная пушка, что в какой-то момент вы сможете зайти на ней туда, куда не зайдет обычный и традиционный двигатель внутреннего сгорания. А с каждым годом этих моментов будет все больше. Они неминуемы. Еще офигенный плюс по сравнению с бензиновым мотором. Когда ты на бензиновом моторе идешь, и ты хочешь выходить на глиссер, у тебя есть момент максимального сопротивления винту. Через это ты добавляешь оборотов. Ты вышел на глиссер, обороты подскакивают вверх, потому что винту стало легче. Здесь такого нет порога. То есть ты, по-моему, сколько на машинке поставил, он столько и держит. То есть он же машинку-обороты завязывает. Или именно машинку мощность. Ну, слушай, и там... То есть через датчики это все у нас через определенные работы. Короче, вот этого ощущения нет. И, например, когда ты с глиссера проваливаешься, бывает, смотри, ты на моторе выставил 3200, но этого мало для глиссера. Ты с него проваливаешься, и мотор падает, соответственно, тоже. Бывает даже в 2500, там 2700, потому что ему становится тяжело. Здесь за счет огромного запаса по моменту у электродвигателя такого нет. То есть начинается эффект Теслы, компьютерной игры. Ты сколько кнопочкой нажал, столько дает. Вот эта синтетика, которая в данном случае позитивная. Так, все, мы в фонтаночке. Максимально разрешенное, по-моему, 15, но на самом деле я вам хочу сказать по секрету, 15 для фонтанки это вот. Ты посмотри назад. Ну вот мы не нарушаем, но это садомизм, то есть как бы садомия. То есть если мы сейчас, ну там будут какие-то корабли, нас просто застрелят. Поэтому при разрешенной 15 надо идти 10. И вот мы на том самом режиме, на котором мы всегда ходим обычно на бензиновом моторе. У бензинового мотора в этом режиме примерно 1500-1700 оборотов. У всех по-разному, зависит от редукции, от обводов корпуса. Ну, короче, такие обороты тоже невысокие, но он шумит. И посмотри. Ля! И невозвратный руль, мать его! Вот что делает всю кассу, я вам хочу сказать. Но это личное, ладно, это не относится. Это я не хвалю. Это мои проблемы. Ну, короче, мне нужен, блин, невозвратный руль. Обалдеть! Я узнал вообще о его существовании в этом году и понял, что я жил неправильно все это время. Здорово! Вот за что я люблю воду, ребята. Что узнают, но не могут докопаться. Понимаете, в чем прикол? Я как бы и в центре, и как бы вот все нормально. Здорово, пока! Ну, я вас всех люблю, конечно, вы все классные ребята. Но когда вас в день 50, а то и больше, то вы становитесь еще лучше. Блин, вообще идеальный режим, короче. Это лодка для каналов, я понял. Но давай, наконец-то, приступим к рубрике «Все плохо». Максимальный запас хода. Конкретно на этой емкости, на этой лодке в глиссирующих режимах от 40 до 60 километров, ну, в среднем 50 километров в день прямо на максималке можно пройти. Тестили, проверяли, все как бы, да, нормально, адекватно. В смешанном режиме, как мы с тобой сейчас, например, катаемся, это тапка в пол периодически, это иногда помедленнее, это там 10 идешь в канале. В таком режиме 4-5 часов вообще смело тоже проверяли. 4-5 часов. Ну, это моя средняя катка, 4-5 часов. Ну, вот, на этой емкости аккумулятора. Если прям совсем всегда вот так вот 10 километров дошлить, то 6-7 часов спокойно. Ну, это хорошо, когда мы в городе, да. Но если мы говорим про путешествия, а все-таки учитывая, что благосостояние граждан в нашей стране, да и в целом иметь две лодки, это уже, ты что, олигарх, ну серьезно. То есть у всех лодка одна. Она может быть и кабинная, и так далее. Какая угодно, но она, как правило, одна. И она у тебя присутствует и для прогулок, и для дня, и покататься, и сходить. Самое главное для чего нужна лодка. Лодка нужна для путешествий. И получается, что этот пункт... Чего-чего? Ну, сейчас у нас скорость там была 9, потребление 6, на 10 часов нам хватит. В таком режиме. То самое видео на 10 часов сейчас по каналам будет. 10 часов в каналах смотрим. Ну, то есть про то, что путешествие, это не для меня, получается. Я купил эту лодку и никуда не могу на ней... Ну, я даже до Кронштадта не дойду. Слушай, я... Меня звали на регату, катером сопровождения электрическим. И там был маршрут как раз там Питер, Кронштадт, и куда-то вот там далеко. Весь маршрут не просчитали, у меня все везде хватало. Но, правда, мы по ту лодку считали. Там у меня 80 киловатт-часов емкости. То есть там запас хода чуть побольше. Ну, то есть дотягивал до Кронштадта. Да, дотягивал. Типа. Ну, да, согласен. До Кронштадта у нас 35 километров. А, так а что дойдет? Но, если пошла волна, то эти 35 превращаются в очень энергозатратные 35. Ну, хорошо, Кронштадт, да, согласен. Это еще ближняя гавань, плюс там есть марина, там есть даже зарядка. Пока ты в ресторане, эта штука даже может быть часа за два, кстати, зарядится. Если там есть три фазы, но мы этого не знаем, но можно позвонить и узнать. То есть согласен, это маршрут безопасный. Но куда-нибудь сходить в Ладогу... Да, о, крепость Орешек, например, Нева. Протвиженность Невы, она там 70 с плюсом километров. Получается, это уже не для нас. Крепость Орешек, мы не уйдем. Не для нас на полном ходу. Ты на полном ходу по Неве все не пройдешь. Неву? Ну, все идут глиссер. Глиссер плюс 10, то есть все идут 40-45. Вот такая скорость. Ну, вот что-то около, да. Пропробовать не будем. А, конечно. Я понял. Вот это и есть недостатки. Есть варианты, изменения емкости, изменения аккумуляторов, ячеек, химии. Ну, то есть сотка. Мне видится, что 100 киловатт-часов. Как у топовых электромобилей. У них же всех около 100. Да, сейчас, да. И то есть здесь... Ну, от 70 начинается, 100 с небольшим заканчиваем. Ну, топчик всегда 100. Там Taycan, Tesla, максимальная P100D, та же или Plates, или если мы берем... Да, и Tron максимальный, он тоже, по-моему, 90 у него, если не ошибаюсь. То есть все около соточки. Соответственно, и здесь что-то надо. Но в этом размере нам сотку не запихать. Это в 800. Ну, хорошо. Если вы оптимизируете вес аккумулятора, даже если он будет весить 600, это все. Ну, я бы под это дело немножко другую лодку, да, взял. Какую, например? Побольше метров уже, чтобы она была 7-7 с небольшим. То есть что-то типа 24 фута какое-нибудь. Да, ну, под большую емкость аккумулятора. Здесь оптимально, ну, наверное, до 80 можно сделать в оптимальный вес, в оптимальный габарит до 80 киловатт-часов. Конкретно на таких корпусах, там, 6,2-6,5 метров. Вот. И каютный, и открытый, без разницы. То есть даже 70-ку сюда запихаем, и это получится, мы точно уже в Орешек уходим. Или в Кошкинский фарватер, тоже самый на Ладоге, до него, по-моему, 82. И там уже есть точное электричество. Там есть береговое питание. Но опять же, видишь, в чем прикол этих электродвижений? Ты приходишь, береговое питание есть, но оно типа только 16 ампер. Вот 16 амперами обычной розеткой, 16 ампер, это если кто не знал, самая обычная розетка, которая везет у вас на стене, а она 16 ампер. Обычная вилка, вот все как вот. Сколько такой зарядкой я буду заряжаться? Тут математика простая. С таких розеток обычно от 2 до 3 киловатт в час приходит. Ну, 16 ампер это 3,7-3,6 киловатта. Ну, там у тебя провода не выдержат больше. То есть давай... Ну, они просто будут чуть теплые. До 3 киловатт я смотрю реально. Хорошо. Да-да-да, согласен. Согласен. Здесь емкость 53, 53 делим на 3, получаем, ну, что там, около 20... Часов. Да. Да. То есть сегодня я не вернусь домой, родная. Давай. Я купил электрокатер. 17 часов. Достаточно. Из опыта скажу, вот за 2 года хождения по разным акваториям, Москва, Питер, Самара, Крым, там море, я 2 раза всего заряжался на быстрой розетке, и 1 раз это здесь, на выставке год назад, когда мы с тобой не увиделись. Ну, и в этом году, соответственно, еще раз, видимо, подзарядишься. Нет, ну, может быть, кстати, да, и попробуем. А все остальное время всегда я заряжался от 220, от 16 ампер, и этого хватало за глаза. То есть ты день покатался, пришел на ночь, ее воткнул, с утра приходишь, либо 100, либо около 100%. Ну, и тоже мы давай там... Учитывая, что ты же не в щи, и ты не в щи же разряжаешься. У тебя все равно там процентов 10 обычно остается. Да, я стараюсь там 10-20% составлять точно, потому что это влияет на батарею. То есть у нее будет больше срок службы и жизни, если ты будешь правильно ей пользоваться. Хорошо, давай про режиме безопасности договорим. Как всегда, я не рассчитал, естественно, время заряд, ну, не рассчитал заряд, у меня остается 5%. Какие-то там сберегающие режимы, режим черепахи, доползти до Марины, что-то такое есть? Доползти до Наташи есть? Доползти до Светы? Да, до всех доползти. Да, у нас большой список. Слушай, если чего, позволь скажешь, я на электрокатере, любая Наташа тебе сам... Приползет, да, я понял. Автодоставка. На первом в России глиссирующем с подвесняком. Смотри, да, защит куча у нас на самом деле стоит. Одна из них, это, конечно же, защита по вот этой вот мощности. То есть при маленьком остатке заряда, то есть мы там около 20 выставили защиту, у тебя падает мощность на моторе. И, соответственно, в хлам разлететь батарейку. И на вот этих 20-15% заряда ты еще пару часов мелким ходом спокойно доберешься до Марины, там, до Эфт-клуба. Два-три часа, в зависимости от скорости, ты точно дойдешь. Вот, это один из вариантов. Ну, второе, вторая, например, тоже такая, как бы, не банальная защита. Ты когда стоишь на зарядке, у тебя лодка не работает, ты не можешь уехать никуда. Ну, это понятно, что ты не оторвал ничего и не уехал. Это безопасность. И третий вариант, я вам подскажу, ребята, вы покупаете бензиновую докатку. Нормальная история. Здесь с тобой по спорю. У нас здесь лежит минкота обычная троллинговая, электрическая. Это электроякорь, чтобы вы понимали. Я просто объясню ребятам. Это такая штука на носу, которая с маленьким пропеллером опускается в воду и сама по GPS-у может вести вас на курс. Так. Совершенно верно. Она у нас здесь есть, как резервная. Она у нас и на той лодке. Вот. Соответственно, если вдруг чего-то происходит, да, у нас что-то не работает, мы эту минкоту достаем, вешаем туда на транец, подключаем к 12-вольтовому аккумулятору и те же самые два часа медленного хода до ключа мы добираемся. А кум какой стоит? Сотка? 12-вольтовый. 12-вольтовый и 80-ампер часа. А, ну даже вообще стандартный, небольшой, нежирный. Мы его собрали сами, то есть вот там такие же ячейки, как-то у нас там внутри. То есть просто он меньше, легче. Ну, я понял. И он 12-вольтовый, то есть он не щелочной. Не-не-не. Ну, собственно, на самом деле мы все, в общем-то, вроде про катер рассказали. То есть преимущества вы видели сами, очевидные. Вот мы сейчас идем на холостых. У нас все в порядке. Никакого шума не издаем. Нюхаем обалденный дизель просто от местных туристических речных трамвайщиков. Просто кайфовейший дизель. Самый классный в мире. Но сами при этом ничего не издаем. Мы можем пройти в любую экологическую зону, в рекреационную зону. Мы не шумим. Мы кайфовы. Но с запасом хода в данном случае, в данном, где-то гарантированных 50. То есть при любом раскладе. Если сильно вытягивать, это надо ставить эксперименты, но уже не в этом видео. Но вы знаете. Я просто возьму с собой докатку и буду ставить эксперименты, если будет задача. Но все-таки я возьму бензиновую, честно. Я на самом деле клиентам также бы и рекомендовал, и рекомендую просто купи себе 9-сильную или 6-сильную докатку бензиновую. Положи, и пусть ты будешь спокоен всегда. Делаешь под нее дополнительный транец, но не вешаешь. Потому что если мотор не висит на транце, его не надо вписывать в судовой билет, что крайне позитивно. А если ты идешь на докатке, я думаю, любой сотрудник войдет в положение и скажет, что ничего страшного, ты просто выживаешь. как бы... Ну так как мы типа за электричество всеми силами, то есть у нас электрическая докатка, и мы ее проверяли, работает, хорошо лодка идет, там свои, там, два узла, тянет. Ты просто сними, как они чадят, вот реально, сними вот этого, просто вот, вот эти вот, просто дым, вот этот, копоть, сажа, дышать нечем, мы задыхаемся, ребята, нам плохо, мы погибаем, то есть вот прямо, нам печально очень от этого, какие сейчас тезисы, да? Дохнет рыба, возможно, но это не точно, которой здесь нет, конечно же. В общем, ужас, ужас, вот из-за таких вот кораблей в каналах нечем дышать, вот их надо всех на электро перевести, потому что это вот шляпа полная. Ну а так они, конечно, большие молодцы, а еще они таранят мосты, вообще я очень люблю речные трамвайчики, как вы поняли, они прямо офигенные ребята, они таранят опоры мостов друг друга, они меня затаранили один раз, транспортный комитет, прокуратура, постоянно все пытаются с этим разобраться, вон шляпа, посмотрел, он просто убивает нас, просто невозможно, вот это вот надо делать. А мы совершенно другого рода люди, у нас электрический мотор, мы не сдаем ни дыма, ни шума, никому не мешаем, мы классные, нарядная лодочка, невозвратный руль, они же все это понимают, они верят, у него невозвратный руль, смотри, какой он крутой. Нам остался тест на максимальную скорость, самое главное, допустим, мы сейчас вышли в залив, нажали, сколько он разгонится. так, 37, 39, 40, сразу набрало, хорошо, быстро, 43, дальше, конечно, ну, он прям разгоняется, так, 45, 46, прям тяжело, как будто мы уже, ну, теперь треманем, да, треманули, еще треманем, еще поднимаем, 47, еще поднимем, но должен же он рано или поздно подниматься-то, давай, 48, пошло, 49, 50, полтос, разогнались, а? 51 было, да? Так, теперь попробуем против волны, все-таки мы шли против ветра и против волны, сюда нужно мерить две стороны, и мы уперлись, ну, там просто регата парусная не рисковать. Так, 35, поднимаем, вот здесь поднимаем, хорошо, 40, гораздо бодрее идет в эту сторону, по ветру-то, конечно, 45, 47, 48, надо еще поднимать, я прямо чувствую, 49, вот сейчас хорошо по звуку стало, полтос, 51, 52, 53, давай, еще можно поднять, 54, сейчас, 55, еще подниму, еще подниму, должен, должен затащить, нет? 55, нет, предел, все, дальше трим не помогает, 55, короче, да, все, сбрасывай, оп, извините, деньги, вал, сюда, деньги, じゃあ, get rid, можно Insurance, да мы маневрируем и мы заведены то есть мы не просто болтаемся по ветру но при этом никак блин я не могу к этому привыкнуть это очень удивительно если бы это еще и было дешевле но со временем конечно станет все это да ну а пока в этом однозначно есть смысл по крайней мере в плане экономии ну и однозначно ребятам нужно поиграться конечно с положением двигателя потому что 140 к на моем катере развивает 62 километра в час даже вдвоем спокойно и после до кронштадта я часто луплю на отсечки и это нормальная история с на сто пятнадцатом моторе тоже мои подобного размера катер такой же как у меня развивается равно 60 здесь пятьдесят шесть пятьдесят семь да мы сегодня видели да то же самое думаю будет попробовать можно больше множество сейчас попробуемся что титрами ставим получилось или нет сейчас они убьются там погоди кстати что еще забавно на электролодке что ты всегда как будто заглушенный то есть мы плывем я слышу твой мотор мы плывем я слышу как где везде гидроциклы ходят я всех слышу обычно ты слышишь свою лодку когда плывешь ну или ходишь и кто кто как больше любит здесь ты всегда слышишь всех остальных потому что сам ты кроме брызг ничего не сдаешь это ребят офигенно так что спасибо огромная компания elizabeth и лично лично на то что привезли лодку предоставили покатались потому что всегда было интересно никогда в жизни не катался на электрических лодках и как показалось сегодня практик вот мы сколько катаемся по помощью 50 процентов даже не за расходовали хотя мы мерили максималку мучили по всякому разному но еще пол аккумулятора у нас спокойно в запасе ссылочки естественные контакты все будет описание если захотите переоборудовать свою лодку или построить новую лодку с электрическим двигателем неважно стационарный он навесной подвесной короче что бы вы не придумали это можно или электрифицировать компании elizabeth так что обращайтесь спасибо что смотрели это видео огромном всем удачи и пока